Приветствую вас, друзья, с вами Берр, и мы продолжаем проходить игру Ведьмак 3 Дикая Охота. Продолжаем с последнего момента, на котором мы остановились. Итак, к игре. Надеюсь, нам напомнят то, что происходило в все предыдущие части. О том, что происходило в предыдущих частях. Сгитаясь по кривоуховым топям, Цири наткнулась на зловещих ведьм. Отвратительные сёстры колебались, стоит ли им сожрать девушку или выдать Дикой Охоте. Однако, Цири удалось от них бежать. Преследуемая призрачным садником Охоты, она бежала вглубь болот, где Геральт потерял её след. Ему предстояло искать новые зацепки. Да, вот так вот. Цири удалось бежать. Но куда мы не знаем. Опять поиски. Да, утомляет это, конечно. Так, немного сейчас прогрузится мир игры, а то у меня видюшка логучая, компьютер старенький. Так. Всё. Рассказать барону о том, что произошло. Да. Мне интересно будет её реакция. А, кстати говоря, сразу пока отсюда не стартанули, а то мы быстро переходим. Из одной локации в другую. Хотелось бы освежить, так сказать, память о персонажах. Да, и тут есть о чём почитать... о ком почитать. А, бабушка. Во время войны часто встречаешь людей, обиженных злой судьбой. Не была исключением и женщина, жившая на болотах Веллена, которую окружающие дети звали бабушкой. Трудно было представить себе, что заболезни и горести довели её до столь плачевного состояния. Впрочем, что бы с ней ни случилось, она с любовью и преданностью заботилась о сиротах. Шрамы от ожогов на ладонях бабушки оказались знаками того, что она состоит на службе у ведьм. Однако оставалось неизвестным, как она оказалась в их власти. Когда ведьмак увидел ожоги на руках женщины, он быстро смекнул, что к чему. Хотя недавние события изменили её до неузнаваемости, бабушка, обитавшая на болотах и была исчезнувшей Анной Стенгер, женой Кровавого Барона, попытки Геральта поговорить с нею поначалу ни к чему не привели. Её недоверие смогли смягчить только просьбе Прибошка и Васика. Бабушка, наконец, согласилась помочь Геральту поговорить с таинственными хозяйками леса. Да, Анна Стенгер — это жена Барона, друзья мои. Так, Ивасик. Такой клёвый Прибожик. Очень атмосферный персонаж. Когда дети из деревни на болотах рассказали Геральту о таинственном Ивасике, у ведьмака были все основания не поверить в существование столь странного существа. Трудно было даже представить, что некто может выжить в этом негостеприимном краю и не стать добычей утопцев или водной бабы. И всё-таки ведьмак, наученный опытом, даже подозревая, что Ивасик — лишь плод детского воображения, всё же привык идти до конца, по любому следу, а потому решил прочесать окрестные болота. Оказалось, что сироты не лгали, Ивасик и вправду существовал, но был не мальчиком, а Прибошком, существом из той редкой породы, что ещё кое-где встречаются в глухих лесных чащах. К несчастью, Ивасик по какой-то причине потерял голос, а потому так и не смог ответить на вопросы Геральта. Когда же Ивасику с помощью Геральта вернулся голос, Прибошек затрещал безумолку, тем самым опровергая все россказни о робкости этих полулегендарных существ. Кроме того, он согласился поговорить с бабушкой из деревни, убедить её помочь Геральту в общении с хозяйками леса. Мне по собственному опыту известно, как с самыми добрыми намерениями из благороднейших побуждений по некстати сказанное слово может доставить немало неприятностей, и Ивасик убедился в том же, когда пытался похлопотать перед ведьмами о бабушке, но лишь навлёк на себя их гнев. Ясно. Так, Иммлерих, мы его видели, он приходил на болото. Это один из рыцарей Дикой Охоты. Ужасный предводитель Дикой Охоты и частый герой ночных кошмаров ведьмака уже давно преследовал Цири, чтобы предать её в руки своего повелителя Эредина. Этот могучий, жестокий воин, участник бесчисленных битв и сражений, которые в течение многих веков вели Айн-Элле в иных мирах. Превыше всего любил рукопашную схватку, в которой противники его, борясь за жизнь, могли проявить всю свою силу, ловкость и мастерство. Так, а теперь к ведьмам. А, ещё по поводу того призрака, которого мы убили. Хорошо, прочитаем. Кухарка. Давайте по ведьмам. Ведьма по прозвищу Кухарка была средней из трёх сестёр по возрасту, но первой по размерам. Кухарка, как говорили, варила магические зелья, а некоторые легенды рассказывали, будто знала она не менее дюжины разных блюд из человечины. Воу. Пряха. Младшая из трёх ведьм, пряха не уступала старшему в безобразности и злобе. Именно она опрела волшебный ковёр из человеческих волос, собранных в качестве дани с окрестных жителей. Среди прочего, при церемонии первого подстрижения, с помощью этого ковра подданные болотных владычиц обращались к ведьмам с нижайшими просьбами. И Шептуха. Ведьмы из Велины были столь древними, что помнили ещё первых правителей людей, а может быть даже прибытии эльфов. Шептуха была старейшей из трёх сестёр, как шептали легенды жителей Лейболот. Шептали, ибо сказанное вслух ведьма непременно бы услышала. Она брала дань человечьими ушами, развешивала их на деревьях и с помощью, используя древнюю магию, подслушивала всё, что происходило на болотах. Да, жёстко, жёстко. Так, и вот призрак, который заключённый был в дереве, мы его заколбасили безжалостным образом. Надеюсь, что он действительно был злой, иначе не охота что-то полезное и хорошее уничтожать в этом мире. Ладно. Призрак, заключённый в дереве. По привычному закону жизни на шепчущем холме, несмотря на название, вовсе не шептались о любви. О любви. Трепетные возлюбленные, лёжа в тени деревьев. Напротив, место это оказалось полно опасности и ужаса. Дикие животные, влекомые к холму некой таинственной силой, убили на нём множество жителей деревни Штейгеры. Взявшись за задание, Геральт скоро выяснил, что животными управляет некий дух, заточённый в дереве на вершине холма. Дух этот поведал ведьмаку тихим девичьим голосом, что некогда был друидкой извелена, опекавшей окрестные лесные чащи. Ведьмы убили её, а дух заточили в дереве. Впрочем, и после смерти женщина не сдалась. С помощью подвластных ей сил природы она заставила саму чащую её обитателей защищать шепчущий холм от ведьминых козней. Не обошлось и без лишних жертв, поскольку, по словам духа, гнев природы не различает невинных и виноватых. Дух попросил Геральта снять проклятие, избавить от вечной муки. Взамен он пообещал помочь детям-сиротам из деревни, на болотах которым в обратном случае грозила страшная смерть от рук ведьмы. И всё же слишком много невинной крови пролилось на шепчущем холме и вокруг него. Геральт не поверил рассказу духа и уничтожил его проклятое сердце, отправив призрачное здание в небытие. Да, я действительно не поверил. Странная-странная эта штуковина. Посмотрите, как можно ей верить. Ладно. Ну, в принципе, всё. Пух, поехали к барону, расскажем о случившемся. Надеюсь, Геральт запомнил всю ту кучу событий, которая произошла и сможет правильно сформулировать. А то у барона мозг-то не слишком сильно развит, как его живот, например. Вот. Поэтому, надеюсь, он поймёт, что мы имеем в виду. Так, а путь не близкий. А я помню, что здесь далеко нам придётся топать. И, похоже, я пошёл длинной дорогой, да? Тут не пройти просто так. Туманники. Чёрт возьми, терпеть не могу туманников. Так, будем идти по линии. Ну, здесь я хорошо прошёл. Так. Всё окей, я провёл запись. А то у меня бывает, что я начинаю снимать, а не записываю. И тогда мы пройдём те квесты, которые я уже не сниму, и откатиться назад будет достаточно проблематично. Сами понимаете. Блин, какой красивый закат. Не хочется всё ускорить, лошадь. Но мы бежим на максимуме. Залипье. Залипье. Ну и название. Да, меня всегда прикарывали названия славянских деревень, поселений. Это что-то с чем-то. Залипье. Подлипки. Прилипки. Тут можно прилипнуть надолго. Главное не залипать. Да, шутки так и просятся. Да, интересно, что нам скажет барон. Какой-то мертвец на болотах. А, это мы видели. Здесь на них напало чудище. Когда она бежала от барона. Вспоминаем, вспоминаем. Был такой момент. Чертож. Блин, опять этот придурок. Выходи на бой. Кому-то нужен сумасшедший. Так вот. Друзья мои, если кому интересно, вкратце расскажу. Этот чувак вызывает нас на бой. Он просто хочет над ним подраться. В итоге мы ему надерем задницу. И ничего интересного. Он просто от нас бежит. Так вот. А к чему я говорил до этого? О чем? О том, что слишком. Слишком, как по мне. Вот я вспоминаю вторую часть. Да, надеюсь, твоему любушке хорошая работа подвернулась. Так вот. Вспоминаю вторую часть игры. Хочется сказать. Слишком затянута компания. Вот эта Велинская. Как по мне. Очень много времени уделено ей. Слишком надолго мы здесь остаемся. Потому что Цири может уйти очень далеко. Вспоминая вторую часть, там было как-то все размерено. В одной локации мы долго не находились. Ну и ваду. Вернее, даже так. Тут локации сменяются, но сюжетная линия, вот эта микроскопическая, скажем так, часть большой сюжетной линии, слишком затянутая, как по мне. Так тебя через пятак. Но с другой стороны, все зависит от скорости нашего прохождения, поэтому, возможно, это мы медленные. Хотя, самая легкая сложность. Так вот, к тому я и говорю, если бы у нас сложность была еще выше, то представьте, это все как минимум х2 по времени бы заняло. Да, как-то так. Ну, с чем пришел? Так, наконец-то я знаю, где твоя жена. Вот. Да, я знаю, где она. Есть весть о твоей жене. Так что ж ты, сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты ее не вернул? Она на кривоуховых топях. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть ее, а не проверять, как она там устроилась. Ты хотел ее найти? Я ее нашел. О большем мы не договаривались. Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всем виноват? я так и думаю. На самом деле, мое мнение не имеет значения, да. То, что я думаю, не имеет значения. И все-таки в твоем взгляде я вижу презрение. Не знаю, как с этим в мире ведьмаков, так вот в людском мире нету черного и белого. расскажи, как все было. Расскажи. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну, давай, рассказывай. Не знаю, что это. Я решил послушать его. Ну, ладно. За нету у нас была любовь с первого взгляда. В битве по Данхарам мне копьем плечо раздробили. Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил ее руки. А она дела и расплакалась от счастья. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис на помощь королю Этойну воевать с каким-то разбойничьим атаманом. Потом еще заварушка, потом еще одна. Дома я редко бывал. Война наша пьяняла, как водка. Мы с ней так друг дружке привязались, что даже дома я не мог с ней расстаться. Ну что было дальше? хорошо, что было дальше? Я воевал на разных фронтах, получал жалования, а нет, одна сидела целыми месяцами. Но позже я узнал, что она была не так уж одинока. Ее почти три года утешал какой-то Эван, друг детства. Пес бы на нем ездил. Понимаешь, сука, если бы она один раз загуляла, я бы рукой махнул, но она мне годами рога наставляла, в гробона видала и меня, и мою любовь. Как ты узнал? Вернулся домой однажды и не нашел ни Анны, ее вещей, только письмо. Написала, мол, меня не любит, уходит к этому шлепку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. Я поехал к нему, хотел только девочек домой забрать. А как его увидел, что-то вселилось в меня. Завалил паскуду, а требуху его бросил к сам. Блин, жестко. Это было слишком жестко. Да, барон человек военный, а у них как бы переключатель, так сказать, щелкнул и все. У них два состояния война и мир. И видимо там переключатель щелкнул в состояние войны. так что жестко получилось. если очень жестко. Тебя не зря называют Кровавым. В конце концов тебя же не просто так Кровавым зовут. А? Розвище обязывает. А, нет, с Кровавым это совсем другая история. Понятно. А что Анна? Ну конечно, я даже представляю, что она чуть с ума не сошла, наверное. Надо думать, Анна была не в восторге. Это сука мягко сказано. устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась, наконец, за нож схватилась. Я, если бы не уклонился, так бы и зарезала меня. Вот, тогда я впервые ее и ударил. Не знал, как успокоить. Ну и вот с того дня все переменилось. Анна несколько раз пыталась убить себя и меня. Доводила до того, чтоб я ее ударил, кричала, мол, я убил в ее жизни любовь, лучше бы ее само убил. Я тысячу раз прощения просил, я цветы носил, подарки, и хоть бы что. Через два года злостью перешла в равнодушие, но вот временами то у нее приступы безумия случались, то я с пьяных глаз что-нибудь устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь, не все было так, как могло показаться с самого начала. Да, вы оба виноваты, то что, да, реально вы оба виноваты, потому что, ну, серьезно, три года лак-жага наставлять, могла сразу сказать, типа, так и так, у нас с тобой ничего нет, не выйдет, у меня есть тут такой вот, ну, три года, а потом, ну, странно, странно, да, в таких ситуациях всегда виноваты оба. Ты прав, вина лежит на вас обоих. Рад, что ты это понимаешь. Ну, ладно, если не хочешь привезти Анну домой, расскажи хотя бы, как она там очутилась на этих болотах. Да, она заключила договор с ведьмами. Она заключила договор с ведьмами и, невероятно, у нее помутился разум. Какой нахер договор? Она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них год на службе. Ведьмы сдержали слова, как понимали по-своему. То есть? Анна, наверное, думала, что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет, но ведьмы просто довели ее до выкидыша. Думаю, тогда она и начала сходить с ума. Кроме того, ее связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами звучит как скверная шутка. надо ее отсюда вытащить. Делай что хочешь и не советую заходить на болото. Странно эта тема с болотами. Хотя делай что хочешь. Делай что хочешь, но меня не втягивай. Таскаться по болотам и путаться с ведьмами чистая глупость. Так что делать-то? Сидеть сложа руки и ждать пока она сама вернется? Я пошлю туда людей. Я сам с ними пойду и вытащим ее. Я тебя предупредил, а как ты поступишь, дело твое. Так что сдержи свое слово, барон. Я свое слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? на чем бишь я на вас напал Василицк. да, да. Ну и здоровая же была скотина. Блин, жестко. Мало того, что сюжетная кампания, так еще куча таких отсылок. Все это, друзья мои, я бы хотелось не перед нами приземлился. Но начнется этот раз нам уже не вывернутся. Берегись! Если я не выживу, бери из замка все, что захочешь. Выживешь! Ну тогда покажем этой сволочи. Так вот, блин, все риск. Ладно. Так вот, закончить мысль. И все это, как друзья мои, я спойлерну немного. Одна четвертая, наверное, от всего сюжета только дикой охоты. Без дополнений. Так что, блин, мне нравится как сила Цири. Мне кажется, это круче, сила Геральта. Потому что ты блинкуешься в любую сторону. Это круто. Но у 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 Поэтому это минус. Если бы не были мутации и магическая сила цири была бы непобедима. Sister искать достал канал ну все хотя нет он же с нами разговаривает как бы туда забраться чтоб тебя я этого так не оставлю блин так здесь не пройти наверно было прямо надо было здесь что-то похожее на подъем а он ступеньки опа ну стой вот окно черт возьми у меня всегда были здесь трудности с тем как подниматься а ну вот что-то похоже тоже нет ни туда ни сюда лол придется обойти ага во вижу наконец-то филипп держись ну давай сука подходи а блин жестко ну вот и все гигантский петух повержен василиск и все собрала да спасибо то что ты для меня сделала никогда тебе этого не забуду поэтому я и должна бежать и это все только усложняет то есть я должна бежать за мной гонится упыри дикая охота когда я использовала силу они взяли мой след за тобой гонится дикая охота пока я здесь вам грозит опасность вели людям запереть двери и окна и пусть ночью никто из дому не выходит а ты ты-то что будешь делать я еду в новиград а там увидим она села на коня и уехала пусто тут стало без неё я тоже едут новиград значит есть шанс что цели все еще на играли спасибо что то и помог да не за что раз ты все уже знаешь что наверно торопишься но ну может быть если ты говори уже я хочу поехать за анной отбить ее не верю я что она там сидит по своей воле плохо ты меня слушал поход на болото это самоубийство вот поэтому мне нужна твоя помощь о цире я тебе больше ничего рассказать не смогу но будь уверен я буду очень щедр если ты поедешь со мной ладно ты у меня убедил поехали немного наличных всегда пригодится ну ясное дело я значит соберу людей и отправлюсь к штейгерам будет здорово если ты к нам там присоединишься ясно что за вот ты где опять сбежал извиняюсь мы уже ушли что это было а ты мне скажи чудище это или человек мои люди называют его ума считают монстром мне кажется человек только страшный как говно ордаля но он не похож на монстра на монстра он не похож хотя медальон при нем дрожит странно откуда он тут взялся с ним смешная вышла история да я его в карте выиграл расскажи что смешного в этой истории поехал я как-то в новиград развеется вкусить таскать радости и большого города остановился в трактире а там как раз игра и я присоединился карта мне шла вот как по маслу ободрал я сукиных детей дочесно а один торговец особенно взъярился он то просадил все что привез со скеллиги страшно хотел отыграться понимаешь вот я и согласился я спросил что он может поставить он показывает это чучело ну интерес скверный и хрен с ним я дал мужику шанс отыграться чё он шансы не использовал так вот уродицы попал во вродице вот и песенки конец а теперь у тебя есть придворный шут но теперь ты самый настоящий барон даже шут придворный есть да я вот чувствую что с ним что-то не то то есть он вроде больше зверь чем человек а с другой стороны у него вот сукиного сына есть что такое умный в глазах не знаю может кажется видал такое нет не видал но с виду он не опасный ну ладно ничего жрать много не жрет хлопот покуда не доставляет так что пускай ребята веселятся мне пора прощай ну будь здоров надеюсь что ты найдешь дочь и будешь для нее хорошим отцом так найти корабль идущий на скеллиге что-то рановато у нас такое задание появился так возвращение в кривоуховый топе вот мы его и будем отслеживать сейчас нам нужных баронов так здесь это там стражник рофлит что ли так здесь нам надо до перекрестка дайте а там уж видно будет поскакали с утра 6 утра прекрасно обожаю я утро утро ранее по моему самое клевое время друзья мои вот сейчас по крайней мере у нас такая погода становилась после жары дождик прошел и пятнадцать тире двадцать градусов днем ночью прохладное небо ясно и как по мне самое прекрасное время дня это с пяти шесть пяти утра до девяти утра тоже потому что такой чистый воздух так с леса пахнет друзья мои вы даже не представляете это так круто так деревня штеггера тут близко поэтому всем рекомендую рано вставать гулять с утра мы уже близко были надеюсь барон местных не потревожит иначе мне кажется не поздоровится хотя он их походу расчехляет откуда тут вообще охотники за колдуньями не ехали же они с самого новиграда чтобы вздернуть двух холопов не знаю господин они сказали куда едут хорошо что ты пришел а то с этим мужичьем сладу нет надо будет их кнутом поучить может яснее заговорят ну говори куда поехали в деревеньку на болотах господин и какая-то девка с ними была про мать вы спрашивала девушка геральт едем туда сейчас же ну согласен согласен сейчас я людей соберу поехали пойдем на болото как бы они там дел да не наворотили потому что ведьмы тут этих деревьев не защищают и тут как мы видим у них и еда есть тут тут тяжелый вот у крестьян мозги да ведьмой сука вот чё только холопы не придумают блин барон скоро ты сам убедишься что ведьмы существуют о да сидят какие-нибудь старухи безумные да людям головы морочат если б так а она с ними осталось потому что сердце у нее мягкое она всегда добрая была да блин да не терпится нам уже мне скорее завершить кампанию потому что очень интересно и перейти к дополнениям которые как по мне ну честно скажу друзья мои мне больше нравится дополнение это прям особенно каменные сердца и кровь но я даже не знаю как вот описать сколько они крутые получились я даже не могу из них какое-то выделить на первое место на второе не знаю по моему они оба шикарные так а тут уже может что-то приготовилось к бою ну дать пешка пешком спешимся барон тоже пешком идет тут недалеко вот сучки топ-сто уровнем подросли в девятый уровень знаете что самое клевое начинать проходить кампанию амм вначале проходите кампанию кровь и вино а потом начинается камень из сердца потому что пройдя к кампании кровь и вино но у вас будет такая возможность замечательно ходить в хорошей одежде и потом будете всех монстров просто одного удара убивать проходя кампанию ниже уровня что да боишься сильный берд я да да не в жизнь ладно господа шевелитесь покажем этим тварям кто тут хозяин я так и знал что здесь сидят будут гнильцы мне прям не по времени мужики посторонний эти твари взрываются ух ты водная баба этот персонаж не часты что это было что это было что такое седон да такое берется как это ж бабы которые водки напились и превратились потому бабе водку не давай так а там какая-то битва уже с утопцами блин чуя эти охотики заколкнули не натворят здесь дел как всегда что ты здесь делаешь после поговорили скотина ведьмак ты передумал сколько отец тебе заплатил я не знаю думаю тебе нечего бояться ты же привела с собой друзей я не боюсь вечный огонь меня защитит от меня и защищать не придется Тамара доченька вернулась все таки дай-ка я тебя обниму не подходи я приехала за мамой ты бы так и оставил гнить ее на болотах а ты думаешь что я тут делаю я возвращаю ее домой вот уж нет ты ее больше и пальцем не тронешь никогда я не позволю ты можешь обижаться на меня я был не лучшим мужем и отцом но я изменился ну спроси кого хочешь геральт ну скажи ей хм хм барон хочет найти жену хм барон хочет найти жену твою мать и много он тебе платит чтобы ты держал его сторону истинно говорю вам гнев не доведет вас ни до чего иного кроме погибели а это кто такой а ты кто такой чтобы спрашивать это мой командир это пьяный свиньи это не касается тамара значит ты с ними теперь может еще велейшим собственного отца повесить или подпытки отдать ты мне не отец и мне все равно что с тобой станет напомню что у нас есть дела ведьмак поможешь нам затем я и пришел я потерял пятерых людей и не знаю чего еще ждать в этом проклятом месте не стоит терять времени ведьмы могут вернуться а с чего ты взял что их здесь нет с того что мы еще живы обыскать деревню как бы дров они не наломали таких что последствия будут прям мне не по нраву мы все таки придержимся нейтралитета чисто как будто никого и не было здесь даже вещей не осталось нет а вот здесь что то есть еще а терла все эй давай-ка назад грязнуля пряника кусок свеженький горяченький мама вот и ты свежий как цветочек бей меня вышло слишком мало я надкусила проверить крепкий ли но он свежий жалься и Останавливайся! Я просила, молила. Мама, это я. Ты узнаешь меня? Что с ней такое? Я же сказала, что все сделаю. Дай-ка сюда, я протру. Все начисто ототру. Мама! Что-то приближается. Готовьтесь. Что это было? Может, волки? Все потемнело. Что-то не похоже на волков. Это верно. Приготовьтесь. Не спастись, не сбежать. О, это ведьма. Прекрасная тельца. Пускулистная. А слюнки текут. Это всего лишь ведьма. От тебя смерди страхом, ты испортишь нам трапезу. Тут прям такая основательная засада. Долгощий драться. Порядим тебя, Юнесса. Отличный выйдет. Ух ты, чудо-создание. Бес. Довольно мощный. Прекрасная тельца. Мускулистая. Аж слюнки текут. Печный огонь! Так, в какое-то он состояние нас вводит. От тебя смердит страхом. Ты испортишь нам трапезу. Ребят, помогайте. Порубим тебя, юноша. Отличный выйдет, цурчик. Прекрасная тельца. Мускулистая. Аж слюнки текут. Да, есть. Добили. Что это было? Похоже, бес. Ведьма нас почуяли. И послали его за Анной. Проклятые ведьмы. Мало они нам зла причинили. Хватит. Я забираю ее. Это моя жена. И она вернется со мной домой. Я буду рад, если ты поедешь с нами. Не прикасайся к ней. Мы обе уезжаем из этого проклятого места. Она больна. Слаба. Куда ты собралась тащить ее в таком состоянии? В Аксенфурт? Ты убьешь ее. Я о ней позабочусь. Вы рвете ее друг у друга, как тряпичную куклу. Дайте ей решить. Куличики? На обед будут. Куличики. Ничего она сейчас не решит. Это какие-то злые чары. Ведьмак, помоги ей. Прошу тебя. Надо забрать ее в безопасное место. Прежде всего, ее надо отсюда забрать. Ведьмы уже знают, что мы за ней пришли и могут прислать кого-нибудь пострашнее беса. Я не двинусь с места, пока ты не скажешь, что сможешь ее расколдовать. Эх, это не злые чары. Хотелось бы, но... Боюсь, это не злые чары. А что же? Она слишком много вынесла. Потери ребенка, похищение бесом, жизнь в деревне у ведьм. Забота о детях, которые теперь пропали. Все это оставила на ней след. То есть... Ты не сможешь ей помочь? Она навсегда останется такой? Мне очень жаль. Я отведу ее к одному пустыннику. Я встретил его много лет назад. Очень мудрый человек. У него настоящий дар вручевания. Да, бессмысленно. Стоит попробовать. Я думаю, стоит, потому что там успокоительные травы. Вадим Прекрасный Тень, она может просто проснуться, как будто ничего не было. Такое часто бывает. Да, временное помешательство. Это такая известная практика. Стоит? Стоит попробовать. Я поеду с тобой. К сожалению, это невозможно. Почему? У тебя есть обязательство перед церковью Вечного Огня. Как только мы закончим дела в Велине, ты вернешься со мной в Оксинфурд. Ты сказал, что спасешь мою мать. И я сдержал слово. Теперь о ней позаботится твой отец. Позаботится? Ты же знаешь, кто он такой. Знаешь, что он с ней делал. Он уверяет, что изменился. И я вижу в нем настоящее раскаяние и скорбь за прошлые грехи. Он позаботится о ней. А у тебя теперь новая жизнь. И новые обязанности перед Вечным Огнем. Не бойся. Все будет хорошо. Я больше не притронусь к водке. Найду знахаря. А когда он ее исцелит, мы тебя отыщем. Поклянись. Поклянись. Ведьмаки были созданы, чтобы убивать чудовища. Не важно, кто дает заказ. Важно, чтобы плата была по уговору. Мелочи. Только отравляют жизнь. Ведьмак должен делать свое дело без лишних сомнений. Он просто поднимает брошенный ему кошелек и отправляется своей дорогой. Люди не ждут, что Ведьмак станет защищать их от них самих. Спасибо за помощь, Ведьмак. Несмотря ни на что. Да, хранит и направит тебя в вечный огонь. Спасибо. Прощайте. Так. Хэппи-энд, друзья мои. Я не уверена. Мы больше ничего не могли сделать. Ведьмак тоже. Если кто ей поможет, то какой-нибудь ученый станет. Наверное, ты прав. Хэппи-энд. А мне пора отправляться в путь-дорогу. Какое следующее задание? Так. Анна Стенгер. Ну все. Мы, в принципе, весь сюжет уже видели. Дочитывать тут смысла нет. Это все то, что мы лично проследили. Просто другими словами. Или выражены в тексте. По поводу бестиария. Тут есть на что посмотреть. Гарпии. На самом деле чудовища не собирают в логове сокровищ. Ну, за исключением гарпии. Эти, да, они блестяшки любят. Лето. Ведьмак школы змей. Тот старый знакомый. Сложно сказать, что более отвратительно в гарпиях и родственных им шишигах. Их ужасный вид, исходящий от них смрад, падали и птичьего помета или пронзительный писк, который они издают. Достаточно сказать, что даже крысы, превышшие резвиться в сточных каналах и помойках, обходят их гнезда далеко стороной. Вот так вот. Так, кто тут еще есть? Проклятые волколаки. Не так страшен волк, как его моллюют. Зато волколак куда страшнее. Элизавельгия лучница. Волколак это получеловек, полуволк. Ну, в принципе, понятно, это оборотень очередной. Ничего суперинтересного нет. Дракониды. Виверны. Кто-то еще интересный был. Бес, 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 бес. Проклятые инфектоиды. Реликты. Вот. Ну, про прибожка мы читали. А, нет, это вот конкретно в точке зрения бестиария прибожек. Еще не так давно окрестностей крестьянских сел, полян были друж... Мгм. Полны. Дружелюбными созданиями и духами-хранителями. Ну, дух-хранитель, короче говоря. Ничего интересного, суперского. Вот бес, мастрясь, на который нас напал, выглядит ужасно. С великой жралостью сообщаю, что сын вашей княжеской милости наткнулся во время охоты на беса. Он погиб на месте вместе со слугой-проводником, дружиной и крестьянами, которые шли в облаве с собаками. Квин-Ель, управляющий поместьем Виль-Лепин под Возимой. Бесы это ходячая гора мускулов, увенчанная рогатой головой с пастью, полный острых зыбов, как и его более редкий родственник Бука. Бес живет в густых чащах, в топях и на болотах, когда это возможно он избегает людей. Но если этого не удается, то убивает их безо всякого труда. Ну и ведьмы, с ними мы уже знакомы по сюжету. Квесты, квесты. Куда мне надо? По следам Цири, выяснить ни на Скеллиге, ни в Новиграде. Новиград. Нам придется теперь самим персонально выбрать. В Новиград нам надо отправляться. Вот. И вот еще костыр Новиграда. Заглянуть домой к Трис. К Трис, К Трис. Идя по следу Цири, Гераль добрался до Большого. Но это потом мы увидим. Так, все, в Новиград. Ну, а пока у нас только задание отображается, что... К Трис. Ну, когда до Новиграда доберемся, там уже будет ясно. Кстати говоря, по поводу добраться на Новиграда. Далеко ли нам? Далеко ли нам? Далеко ли нам? Да, не близко. Карта мира. Новиград. Ладно. Попробуем отправиться при помощи задания. Так или иначе, нам надо заглянуть к Трис Мерригольд. Нашей старой знакомой. К ней мы и заглянем. К Трис. Вот теперь нам понятно, куда бежать. Я рад, что у вас все наладилось, Барон. Просто я слыхал, что есть печальный конец, где Барон заканчивает... Очень печально. Он вешается. Вот такой маленький спойлер. Так, по поводу беса. С него там до дропа много палдало. Здесь мы его замочили. Во! Очень пригодится. Плотма. Ну и поскакали. Или быстрыми переходами. Давайте быстрым переходом. Тут ближайший переход к Новиграду. Дом висельников. Ближе всего. Или Карчимана Распутия. Хм, ну как смотреть? Нет, дерево висельников. Дом висельников. Перепутал. Так, ну поскакали в Новиград. Не теряем время. Плотва. Кто там к тебе пристал? Что за... Одичавшие собаки мою плотву погнали. Жесть. Верните мне плотву. Поскакали. Надо будет уже прикупить себе новый меч. Что-то я... Ничего ценного не нахожу. Ну или просто мало времени уделяю поискам всяких различных штучек. Человек в беде. Что случилось? Дезертиры. Кого захватили? Подеремся. Пока заданий нет. Может, и оружие раздобудем. Хватит болтать. Двою. Люблю я вот эту штучку. Но не сейчас. Что-то хорошее. Ключ от клетки. А сундуки-то полные. Чертеж. Сапоги-убийцы. Воу. Обожаю такие штуки. Кто ты? Купец. Ищите мою лавочку в мостах через Понда. Вообще-то у меня товар только для войска. Но для вас я сделаю исключение. Ну, блин. Сказать твою лавочку. Окей, попробуем. Что там за монстрятин ходит? А, нет. Тоже какие-то дезертиры. Патрулируют. Что-то. Ладно, возвращаемся. Ну, а еще одни бандиты. Тут небезопасно. Нужно уходить. Уже какие-то местные. Беженцы. Похоже на беженцев. Мост. Красиво здесь. Не часто я здесь бываю. Впервые. Нравятся мне места, в которых я бываю впервые. Впервые. Приграничный пост. Да, не сильно у вас здесь охраняется все дело. Какой-то странный человек с двумя мечами проскакал. Блин, мне даже интересно, как это все на карте выглядело. Как-то я провтыкал. Ну да, прям приграничный пост так и написано. Ну, просто тут не было отметины. Видимо, отметины появляются после того, как мы в этих местах бываем. Отдохни. Это хорошо. Это хорошо. Хотя, с другой стороны, мне непонятно. Если у Геральда есть на руках карта, на карте уже должны быть все отметины. Видимо, Геральд сам карту делает. Замок Драхим. Интересно, что за место. Название жуткое. Объекты, которые можно разрушить. Понятно. Ардам отмечены. Может, здесь что-то есть ценное? Выглядит все здесь. Весьма странно. Скелеты. И тюки какие-то. С неплохими чертежами. Но чертежи, сами друзья мои понимаете, нам еще не скоро будут нужны, потому что... Так. Ух ты. Мы в подвале. Еще не в самом низу. Потому что еще ингредиенты нужно искать. Помимо чертежей. Так, меч из Дорина. А вот сундучок. Дневник принца Адриена. И чертеж стальной меч школы кота. Это круто. Что дневники пишут? Кириан. Великолепно все провернул. Нехорошо вышло, что профессоришка Глогер сгинул где-то в подземельях Эстайяра с остальными эльфийскими чертежами. Но даже один эскиз стального меча стоит столько же, сколько несколько деревень на юге Редании. Поиск сокровищ, короче говоря. Мы нашли чертеж. Шкуру, дропы. Можно зажечь. Штаны слезопыта. Надеюсь, со временем мы соберем нужные ресурсы. Что-нибудь хорошее сделаем. Где здесь подъем? Какой-нибудь клевый меч. А здесь пока что все. Мы же в Новиград, поэтому можно затариться по полной программе. Все, что здесь есть, вытащить. Там, может, наверху еще что-нибудь. А потом мы продадим все это. Здесь аккуратненький такой подъем есть. Ух ты. Следы крови ведут в погреб. Еще один погреб. Собака. Мертвая. Ну, посмотрим, что здесь. Так, что-то ценное. Еще тюки. В основном в этих тюках бесполезные штуки бывают. А вот такие, руда всякая. Это то, что нам надо для мечей. Мертвец. Гуля стену летела вниз, но убивали не они. Кожа они, естественно, бледная, растрескавшаяся. Хм. Надо смотреть башню. Хм. Заказ белая дама. Ну, мы здесь уже все смотрели внутри. Гуля стену летела вниз, но убивали не они. Ладно, посмотрим. Кожа они, естественно, бледная, растрескавшаяся. Хм. Что следы? Следы глубокие и неровные. Кто-то убегал в понятии, не разбирая дороги. Значит, нам надо идти назад по следу. Логично. Вот так, друзья мои, приключения прямо по пути нас настигают. Видимо, он бежал с поля. А здесь белая какая-нибудь штукенция. Кожа бледная, но кровопотери не было. Значит, не вампир. Он что-то увидел перед смертью. Здорово испугался. Так, секунду. У меня что-то на кухне звуки какие-то, хотя дома никого нет. Блин, жесть, там голубь чуть в окно не залетел. Что-то увидел перед смертью. Здорово испугался. Ну, что здесь он увидел? Бежал в ту сторону. Тело высушено, следы ожогов. Судя по всему, это полуденица. Она меня избегает, но ей придется показаться, если я возьму принадлежавшую ей вещь. Может, за нее назначена какая-нибудь награда? Так. Да, она избегает, но где она? Черт возьми. Я ее не вижу. Трава! Возможно, нам надо взять траву. Нет. Короче... А, ну они еще бывают по полям. Шатаются. Тоже не видно. Не видать. Ладно, бог с ним. Так вот, сейчас это как ситуация нелепая. Слышу звук, а там голубь такой пытается пробраться в окно через кухню. Я такой, не, чувак. Закрываю резко. Думаю, ладно. Смотрю, он какой-то такой, блин, заморж. Прям вообще. Дал ему хлеба кинуть, да чуть. С балкона. У меня балкон не застеклен, поэтому, да, может легко попадать. Слушайте, а мы где сейчас? Держи. Мы почти в Новиграде. Такое поселение за стенами города через ячушку. Да, мы входим в город. Начинается уже вторая глава компании. Это прям чувствуется. Красиво. О, да, город красивый. Путь славы. А пойдем, друзья мои, туда мы уже в следующей серии. А с вами был Бэр. Если вам понравилась серия, ставьте лайк, оценивайте, комментируйте. Хорошо, что у нас хэппи-энд был с бароном. Это меня очень радует. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Обязательно. Обязательно лайкайте. Это помогает. Увидимся в следующей серии. Пока.